Здравствуйте. Накануне состоялась презентация вашей очередной книги, на этот раз о Валерии Каргине. Предыдущая ваша книга «Судопроизводство как кухня взорвала судебную систему». Новая книга не приведет к подрыву банковской системы? Ну, банковская система у нас и так немножко шатается, имея на то абсолютно объективные причины. — Это книга о Каргине как о личности или о банковской системе, о его банковской империи? — Это книга о Каргине как о человеке, как о личности, которая своими талантами, своими способностями, своими особенностями характера, как положительным, так и отрицательным, скажем так, все вместе вот эту вот личность, эту вот империю и создала, и, по крайней мере, частично потеряла. — Тому о ком написана эта книга? Она понравится? — Боюсь, что нет. — А почему? — Видите ли, я очень внимательно прочитал, по-моему, все, ну или почти все интервью, которые когда-либо давал наш главный герой. И очень-очень внимательно прочитал его мемуары. — Господин Каргин, как я его понимаю, все-таки всегда себя считал и пытался показать как человека необыкновенного, ну и книга тоже о необыкновенном человеке, о личности. Но господин Каргин в то же самое время очень и очень старался показывать себя только как человека денег, человека-бухгалтера номер один, если мы так можем сказать. И действительно он является человеком, который о деньгах в нашей стране знает больше, чем пять годманистов вместе взятых. Но в то же самое время есть и Каргин человек. Каргин человек, который всегда имел некоторые слабости, скажем так, который всегда имел одну очень большую слабость к тем самым деньгам, который в некоторых ситуациях показал, что ради этих вот денег он готов, если не на все-то, но очень многое. Так что книга и об этом Каргине. — Выход книги совпал с переходом парксбанка в собственность государства. — Продолжение с заголовком «Как был отдан банк» не последует? — Я могу сказать так, что ситуация с банком является прямым продолжением того, о чем написана книга. То есть во всем том, что мы сейчас видим, что происходит с банком, мы видим того же самого Каргина, о котором написана книга. У нас не появился никакой новый Каргин. У нас тот самый человек, который всегда готов был идти на какие-то личные жертвы, даже унижения ради своей рациональной цели. То есть с уверенностью можно сказать, что если Каргин что-то отдал или частично отдал, то, хотя мы до сих пор не видели полного договора, который он предписал. Никто же его не видел. В общем, общественности он не показан полностью. То есть если этот вот Каргин отдал или частично отдал свой банк, то это, несомненно, явилось самым логичным и рациональным решением для него в данном моменте. То есть если Каргин отдал банк, он знал, что все другие варианты хуже. И так он поступал на самом деле всю свою жизнь. Он всегда был готов жертвовать каким-то, ну даже собственным достоинством, если так хотим, ради этой самой рациональной, денежной, материальной какой-то цели. И, например, в книжке мы напоминаем о том, как в свое время было время, когда у господина Каргина было очень напряженное отношение, скажем так, с господином Штейлой. Но когда господин Штейл стал премьер-министром, господин Каргин взял дорогую картину и пошел к господину Штейлой в гости. И почему? Он что, не помнил? Что было до этого? Конечно, помнил. Но есть цель. Ради нее можно что-то и перетерпеть. Вы являетесь автором списка миллионеров в Латвии. Есть такой актер. Картина сейчас кардинально поменяется, если, скажем, опубликовать в ближайшие месяцы? Ну, следующий список миллионеров будет весной. В прошлом году, ну, то есть в этом году, летом, в этом списке было тысяча людей, собственность которых оценивается в миллион евро или выше. В следующем году я боюсь, что будет хорошо, если мы наскребем штук 800. В ближайшее время вы собираетесь выпустить книгу, насколько я знаю, о Вайре Витте Фрейберге? Ну, собираюсь выпустить, это громко сказано. Или еще только собираешься материал? Я с авторами начал работу в подготовке, собираю материал. Посмотрим, как дело пойдет. Говорят, что она будет не в самом лучшем свете. По крайней мере, я так читал в интервью. Ну, может быть, книга расскажет о том, что и на Солнце бывают пятна, и иногда пятна, и что Луна имеет и невидимые стороны, и что там творится, неизвестно пока на нее не посмотреть. А мы посмотрим. А вы пишете ради гонораров или для души? Знаете, я был бы очень несчастлив, если мне надо было бы писать ради гонораров и одни и те же самые книжки. Например, вот сегодня закончил Коргена, завтра, ну, то есть какие-то биографические олега. Но так как я каким-то образом смог, ну, не знаю, то ли установить некоторые отношения с издателем, то ли издатели видят какую-то выгоду для себя, то я имею счастье на какие-то отступления от генеральной линии. То есть, если сейчас вышла книга о Коргене, то следующая будет книга о путешествиях в Туркменистан, в Северную Корею, то есть что-то из совершенно другой оперы. А вы себя ощущаете больше журналистом или писателем? Я никогда не ощущаю себя писателем. Писательство — это очень большое, серьезное и уважаемое дело. Может быть, я когда-то до этого и дойду, пока нет. То, что не каждый, кто пишет книги, является писателем. Спасибо вам большое. Нет. На этом у меня все. Следующий выпуск новостей выйдет в 9 часов утра. Продолжение следует... Продолжение следует...